Всем привет, ребята! С вами снова я, Ева, и наконец-таки я вернулась, так скажем, в лайфовый формат, потому что до этого все ролики на моём канале, последние как минимум 7, это всё были отснятые ролики, которые я выкладывала, когда уже была не в Москве, и, в общем-то, они такие уже, знаете, были отснятые и не лайф-режим, то есть вы, в принципе, так и не понимали, что происходит в жизни моей в данный момент. Ну и так вот, я вернулась, и, ребята, кто хотел сразу смотреть видео, им отдайте вперёд, потому что сейчас я буду говорить, много говорить и рассказывать, что происходило в моей жизни за всё это время, пока я выпускала отснятые ролики, а не новые, поэтому давайте начнём. Перед началом этого видео обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и на мой телеграм-канал, потому что в телеграме я вообще публику очень-очень много классного эксклюзивного контента. Допустим, недавно я выложила свой телеграм-канал, штучку, которую я сделала сама, это ракушки, кусок стакана, жемчужинки и так далее, и, в общем, это уставка для колечек. Вот так вот это всё выглядит, красивенько, классно, всё приклеено горячим клеем, вот так вот оно всё выглядит. Это видео у меня скоро выйдет в ТикТоке, но так как не все могут смотреть ТикТок, показываю вам тут и в телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь, там реально очень много всякого такого эксклюзивного контента. Окей, давайте поболтаем, что же у меня было за последнее время. Думаю, что все видели мои видосы, как я готовилась к своему дню рождения, потому что мне, наконец-таки, 21 то есть, и могу легально тут делать всё, пить и, в принципе, пить. Так, пить можно легально за 21, в принципе, это единственное новое, что мне добавилось и чего я не могла делать. А так, в принципе, ничего такого я не могу сделать, когда мне 21. Мой день рождения прошёл в офигеннейшем, просто прекраснейшем стиле, моём самом любимом, простите, я разговариваю быстро, потому что хочется всё вам быстренько рассказать. Из-за этого у меня заговаривается язык, зубы и всё, и получается какая-то бельберда, но я думаю, что вы привыкли уже к этому. Так вот, день рождения мой прошёл в классном стиле феи, такая fairy tale, типа, знаете, я не знаю, как это стиль назвать, феечный стиль, короче, вот и всё. И, как вы видите, мы в комнате срач, потому что до сих пор после дня рождения я не убралась. То есть, я на первом этаже убралась, конечно же, потому что там была просто офигительная тусовка. Вот, посмотрите, кадры из моего инстаграма и вообще из моего личного архива. Так модно просто это говорить сейчас вроде бы, да? Вот так вот выглядел грязный пол, который я убирала своим молодым человеком. Тусовка прошла классно, и проходила она 3 июня. То есть, 2 июня был мой настоящий день рождения, который я провела со своим парнем, со своими близкими друзьями Ромой и Стёпой. Мы поели шашлыки, точнее, мы сделали мясо на гриле. Стейк, шашлык, почти одно и то же. Сейчас мне закидают камнями те, кто считает, что это супер разное. Для меня, короче, это просто мясо на гриле, знаете? Выпили пиво, конечно же, потому что я могу его легально теперь тут пить. И всё. На следующий день была грандиозная тусовочка, опять-таки, которую уже все видели. Видосы, как я готовилась к этой тусовке, тоже видели все. А ещё, главная новость. Кто-то постоянно крадёт моих гномов и мои посылки перед моей фронт-дор, типа, перед моей передней дверью. Входной дверью. Понятно так? Ребята, сейчас у меня информация для тех, кто уже закончил 10 класс и готовит сделать себе самое крутое лето. В общем, хочу поделиться с вами телеграм-каналами очень крутых преподов, которые на протяжении всех трёх месяцев будут готовить вас к ЕГЭ абсолютно бесплатно. Просто представьте, что вы можете повысить свои баллы на Чили, ничего не делая. Это всё делают преподы из онлайн-школы ЕГЭЛЕН. Они решили вот таким вот образом помочь вам всем получить более высокие баллы на экзаменах. Ну а также в своих ТГ-каналах они собрали очень крутую тусовку будущих 11-классников. Я думаю, что вы уже слышали об этой школе, потому что её обсуждают абсолютно все. Потому что ребята оттуда сдают ЕГЭ на самые высокие баллы, такие как 90, 95 и 100. О таких баллах обычно мечтают, а у них с каждым годом становится всё больше и больше стабальников. Делюсь я с вами этим, потому что обычно такой халявы долго в открытом доступе не бывает. Поэтому, ребят, вам реально нужно успеть. У каждого преподавателя свой канал по всем предметам ЕГЭ. Так что я думаю, вы сами уж там выберете, какой из вам нужен больше. За подписку на их ТГ-каналы они дают шпоры, которые, между прочим, сейчас ищут все. А преподаватели берут за них огромные деньги. Короче, советую вам всем подписаться. Всю инфу и ссылки я оставила в описании. А теперь мы вернёмся к нашему влогу. За несколько дней до моего дня рождения я заказывала дофигища реквизиты и декора, чтобы украсить всё-всё-всё на свете в своём доме. В один день я уехала рано утром и вернулась поздно вечером, потому что я ехала к Ромик, Сёпи. Там у нас был барбекю, короче. Что-то у нас было такое, что я поздно приехала домой. И утром я увидела уведомление от Амазона, что курьер положил посылки. Что, типа, вот, они приехали. Я такая, окей, ну, как бы, когда приеду домой, тогда я их и заберу. И, в общем, получилось так, что приезжают домой. Было где-то два ночи, два утра. Короче, было очень-очень поздно. Я еле как доехала. Вообще я ехала 40 минут из ЛА, потому что я живу за ЛА. И я ехала очень долго. И еле закрыла за собой гараж, еле припарковала машину, такая сонная. Увидела эти посылки, думаю, ну ладно, завтра встану, утром заберу. Вы скажете, это странно оставить посылки на улицу? Ну, так вот, в Америке это, типа, нормальная практика. Все оставляют посылки на улице перед, типа, фронт, типа, дверью. И это нормально, никто их никогда не берет. То есть я так, вот сколько я живу тут? Почти два года. Это всегда было так. И что я жила на своих старых апартаментах, было все то же самое. То есть там вообще был билдинг. То есть представьте, как все съемочные квартиры. Вообще я разговариваю как даму просто. Представьте, много живут людей в съемочных квартирах, и, по сути, тоже все не знакомятся. То есть там даже нельзя купить квартиру. То есть ты снимаешь, и ты, ну-ка, по сути, левый чел. Мне айфон доставляли, мне доставляли супердорогие посылки. Никто никогда не крал, потому что, ну, тут это, типа, принято. Если тебя поймают, ты поедешь, пойдешь сразу в тюрьму, тебя посадят. Вот и все. И я, как бы, с этой мыслью привыкши. То есть у меня не было такого варианта, что, блин, кто-то укроет посылки. До этого я всегда оставляла их. Также у себя перед передней дверью вообще никто никогда ничего не трогал. И тут утром я такая думаю, сейчас проснусь, я выложу сториз, как я распаковываю посылки, покажу вам, что мне пришло. Я открываю дверь. Ну, вы бы видели мой ахуй. Потому что, когда я увидела, что там ничего нету, я просто охренела, офигела. Первая мысль моя была о том, что, может быть, мой сосед взял эти посылки, потому что у меня очень хороший сосед. И, получается, я живу в доме, типа, как цельный дом. Я живу в одной половинке, то есть Танхаус, это вроде как называется, или Кондо, я не знаю. Я живу в одной половинке, сосед живет в другой половинке. И так получалось, что часто мой сосед мне как-то помогал, там, с парковкой машины говорил, где не надо парковать, чтобы мне не дали тикет. Что, куда не надо ставить, как, где, что лучше сделать, потому что он здесь живет давно, а мне просто помогал. И, в общем, я такая думаю, ахах, да это, наверное, мой сосед забрал посылки к себе, чтобы я не переживала. Потому что я проснулась в день где-то в час или в двенадцать, потому что я уснула в два утра, и я была очень сонная, уставшая, хотела поспать подольше. Я такая думаю, да сосед, не буду переживать, сосед такая, иду, стучу, думаю, ааа, никого нет дома, окей. Потом я ждала его, ходила кругами по дому, звонила Степе, Роме, типа, ребят, камон, у меня украли посылки, что за бред. Я такие, да не, наверное, да, наверное, Джей, типа, сосед их забрал. Я такая, окей. И тут я вижу, что сосед мой приехал. Я ему стучусь и говорю, а, Джей, у тебя зачем нет моих посылок? Он такой, нет. И тут я поняла, что меня обокрали. Сейчас, ребята, хочу воды попить, не могу, запыхаюсь, задыхаюсь. Рассказываю про следующую ситуацию, когда у меня обокрали моих гномов. Да, конечно же, в своем ТГ я уже об этом давно тысячу раз рассказала, в лайповом, так скажем, формате, но тут еще и припозднилось, но не важно, слушайте. 2 июня, день моего рождения, настоящий день моего рождения. Я иду на завтрак с моим парнем, возвращаюсь домой, мы собираемся ехать в магазин, чтобы что-то там докупить, я не помню. Я такая, выхожу из входной двери, вот этой передней, не из гаража, потому что обычно я вхожу из гаража, потому что я еду на машине. Я, типа, не вижу, что происходит на передней двери. Я выхожу с этой передней двери, такая, ха-ха, сажусь в машину, парень, который ждет меня уже на улице. Что-то я забыла, оборачиваюсь, что-то забрать, и вижу, что у меня один гном стоит. Один! На минуточку, вот фотография, как выглядела моя дверь с тремя гномами. Три, три, три. Один гном, который был к дню с Итома Валентина, и два гнома, которые были на Сан-Патрик-Дэй, что-то, короче, когда пиво пьют. Я купила эти гномы, я была суперсчастлива, неважно, я их любила всей душой. Тут я оборачиваюсь, вижу, что один такой стоит, они его оставили, не понимаю, почему мы не украли все три. А два, они стояли, типа, вот, ну, супер близко в таком уголочке. Взяли только два, окей, неважно. И с этого момента я стала убирать всех своих гномов, убирать все посылки и так далее, потому что я написала менеджеру всех этих билдингов, которые, ну, такие же, как мои, просто разные, как корпуса. Менеджер, который, короче, отвечает за весь этот комплекс. Я ему написала, типа, Джон, кто-то дырит все, что у меня лежит на моей входной двери. Он говорит, да, я тоже заметила каких-то подозрительных, типа, чуваков, которые ходят вокруг нашей эрии. Какие-то соседи уже заметили, я такая, окей, и чё? Оказалось так, что камеры, никакие камеры, блин, не выходят на мою дверь, потому что мой билдинг, мой данхаус стоит слева, сбоку. Все остальные билдинги находятся в той стороне, то есть оно вообще не рядом. И камера, которая была на углу, она просто, ну, не смотрит, она не доходит до туда, то есть там не видно. Мой парень подарил мне камеру, с которой я в ТГ, кстати, уже тоже выкладывала какие-то смешные моментики. Поэтому теперь я всегда смотрю все, что происходит у меня перед моей входной дверью, потому что каждый раз, когда кто-то проходит близко в эрии, который захватывает моя камера, она начинает записывать в эту же секунду. Это очень классно, это очень удобно, и, ну, с этих пор никто ничего не тырит, но, блин, просто так как-то неприятно. Окей, ребят, вообще сегодняшнее видео про то, что я буду пробовать лапшу разной острости. Честно, я безумно вам соскучилась, извините за эту траторность, я не знаю, на какой минуте начинается это видео. Сорян. Сегодня я поеду в H-Mart, это азиатский магазин. Я уже была в нем когда-то очень давно, в каких-то своих первых видео, и вообще давно не была там, если честно. Я люблю этот магазин, там много классных всяких вкусняшек, штучек. Куплю там 7 видов разных лапшичек, какие-нибудь лимонатики возьму, чтобы запивать и попробовать. Надеюсь, я не умру от остроты. Кстати, я раньше реагировала более жестко на всю острую еду, сейчас же я реагирую менее так вот... Чуть-чуть остро, но иногда мне даже нравится. Поэтому к острости ты привыкаешь. Поехали со мной в этот корейский азиатский магазин. А то сейчас скажут дискриминация, ты разделяешь всех и так далее. Нет, это азиатский. Кстати, каждый раз, когда я туда иду, все так смотрят на меня, ну, потому что из-за того, что это азиатский магазин с азиатскими продуктами, там в основном азиаты. Когда я туда иду, особенно с Ромой Степой, когда мы говорим на русском, мы еще разговариваем очень громко, ржом, ну, как дебилы, как обычно, вы знаете. Просто все такие смотрят на нас, типа такие, знаете, просто как-то странно. Типа, я тоже люблю азиатскую еду, почему нельзя ходить в этот магазин? Зачем вы так на меня смотрите? Поехали, пойдемте. Короче, я уже выехала из гаража, и, в общем, видите, вот эти цветы, они остались через день рождения, они, если что, искусственные. Там вот в уголочке, и вот здесь вот в уголочке вы его не видите. И вот тут вот у меня стояло три гнома. И украли вот эти с двух, а вот этого оставили. Но я уже, конечно, все убрала. И вот эта маленькая камера. Поехали, мальчик. Короче, я уже приехала в магазин, тут, возможно, громкая музыка. Но, ребят, сейчас вам покажу, что я тут нашла. Это выглядит все так вкусно. Я думаю, возьму томатный какой-то твист. Я не знаю, что это. С вкусом томата. Я люблю томат, поэтому хочу это попробовать. Просто посмотрите, это все лапша. И дальше вот туда идет это все лапша. И что мне брать из этого, вообще не понимаю. Если вы знаете эти cup noodles, они очень популярные в Америке. И тут абсолютно разные вкусы. Тут курица, мясо, какая-то еда, ну, сифы, короче. Краб. Не знаю, мне кажется, это все очень вкусно. Но мы пришли за острым. Я думаю, что это не острое. Хотя, давайте возьмем крабовую. Вот это то, зачем мы пришли. Вот она вот эта вот острая лапша, которая популярна в ТикТоке везде. Короче, берем одну вот такую. Я уж когда-то ее пробовала, но я реально не помню, что это. Она spicy chicken ramen. Окей, нам подходит. Это типа больше острое, как я понимаю. Вот это с сырным вкусом, тоже ее возьмем. Это тоже что-то другое. Давайте ее тоже возьмем, потому что почему бы и нет. Нашла еще один вкус, я не знаю, что значит кабанеро лайм. Это типа, наверное, что-то острое, но это то, что нам надо, кажется, да? Вот так выглядит моя корзина. Я взяла только одну маленькую, но мне просто интересен ее вкус, который мы брали вначале, с крабом. Пойдемте возьмем напитки и чуть знаков, чтобы я не померла просто от этой остроты. Я нашла свои любимые чипсы. Вот, эти я отберу, они самые вкусные в мире. Если вы где-то такие увидите, ребят, отберите, они очень вкусные. В общем-то, я купила два больших пакета, он, конечно, там не все для видео. Там что-то, чтобы просто поесть, потому что всякие вот такие вот штучки, мне просто было интересно. Ну и я, может быть, какие-то с вами попробую, какие-то оставлю, все-таки не хочется все открывать. Я там еще купила там пиво всякое, у меня вышло 66 долларов. На самом деле это вообще немного, потому что я как будто бы думала, что в каком-то более американском магазине это вышло даже дороже. Короче, погнали домой пробовать все. Я не сдержалась, я хочу открыть эту маленькую упаковочку чипсончиков. Помогите мне. Выглядит остро, написано, что это супер остро, там три перчика нарисовано. Выглядит это вот так вот. У меня же было видео, где я тра... Хотела сказать, траю, типа, трай пробовать. Смотря какой фабрик, смотря сколько details. Это такая острая, но такое вкусное. Погнали домой. В общем, я дома, сейчас вам сделаю мини-анпакинг, хотя я, в принципе, вам почти все показывала. Кстати, как вам мой декор. Это то, что осталось с днём рождения. Все, что осталось с днём рождения, то есть я ничего не убирала. А еще, кстати, я сделала себе вот такую вот штучку. Я потом покажу вам видос. Я просто еще не сняла, я просто попробовала сделать, сама получится или не получится. И вылудилась. И сниму потом видос, вам выложу, покажу, как я это делаю. Окей, короче, анпакинг, быстрый, быстрый. Чипсончики. Чокопай. И все. Пакеты тут расходуют, ребят, если честно, просто караул. Еще одни томатные, которые вначале были. Пошла наша лапша. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Другая не острая, ее пробовать не буду. Она не острая, она обычная, типа, мы тут доостры вообще-то. И все, то, чем я буду забивать, это вот один лимонад. Так, давайте я сейчас все открою и все разуму замешаю, чтобы еще классную обложечку можно было сделать. Блин, вы не видите вот эти, которые внизу? Чтобы мне вас так поставить, чтобы вы видели все. Стойте. Вы видите там. О, ну, окей, да, так норм. Хватит кричать! Они разбалованные, на самом деле, они хотят вкусняшку. Думаю, что я открываю вкусняшку. Окей, ребят, сейчас мне немножечко страшно, потому что это, типа, пипец. Не знаю даже, с чего начать. Ставим их все рядом. Сейчас мы пойдем все разливать с соусами и так далее. Начнем с нашей милой розы. Вот так вот она выглядит. Добавляем сначала соус и воду по какой-то указатель, который, типа, там есть. Я его не вижу. Короче, давайте я просто налью туда горячую эту воду и все. Как с дошиком, вы знаете, и все с одной тоже. A few moments later. Окей, чайник вскипел. Отодвигаем эти. Ставим ту, которую будем заливать. Окей, надо сначала залить соус, потом залить воду, подождать. Сколько там надо взять, господи? Четыре минуты. Хочу сразу вылить. Хотя, блин, такой будет острый, но, ребят, суть видео, чтобы похавать острую лапшу лить, верно? Я думаю, что я просто помыла. Это какой-то кошмар. Берем нашу копяченую воду и заливаем. Боже, это уже выглядит как адовая смесь какая-то. Вы это не видите, но все же. Окей, вот столько. Достаточно. Мы это накрываем. Какая хочу, чтобы они все своими крышечками были накрыты. И на четыре минуты их все забываем. Окей, следующий кандидат. Это что у нас? Spicy chicken flavor ramen guatro cheese. Какой-то еще один ramen с другим каким-то cheese. Соус такого цвета острого уже, знаете, но мне уже некомфортно. Заливаем. Закрываем. Эй, че! Ой, спасибо. Да свинки! Что вы хотите от меня? Так, это у нас упаковка. Выглядит для меня самое страшное, потому что она какая-то темная, черная, как будто она еще острая, вот знаете, такое. Я, кстати, не засекала четыре минуты, но в принципе все равно. Вот это пахнет просто ядрено и не могу. Последние две! Давайте я сделаю вместе, чтобы все быстрее было. Вот в этой нету, кстати, пудровой ничего, ну, сверху, чтобы добавить. Странно, во всех есть, в ней нету. Окей, и сюда. Сегодня, кажется, кто-то умрет от остроты. Вы же понимаете, что я это не съем, я это просто буду пробовать, потому что это, во-первых, для меня слишком остро, а во-вторых, мне кажется, столько острого, в принципе, есть, но нельзя. Окей, заливаем водой. Прикиньте, весь чайник хватило на все четыре лапши, это вообще. Закрываем и уносим. Прошло уже где-то, наверное, минут пять, но они все были заварены в разное время. Эти вот эти первые были, я прям помню. Боже, она выглядит уже так остро, я не могу. Я не представляю, что я буду это есть спокойно. Давайте засыпем наши соуса. Вот эту розовенькую мы засыпаем розовенькую. Она такая более сливочная типа. Съем и мешаем. Выглядит вкусно, конечно. В эту черную мы добавляем вот это вот. Это просто какие-то специи. Там кужутик и какая-то еще штука. Нори нарезанные как будто. Она выглядит устрашающей, вот эта вот штука, миска эта. Оно пахнет очень остро, я даже не хочу это не уходить. Вот это тоже какая-то сырная. Вот в этом мы ничего не добавляем. А, нет, стойте, добавляем, я перепутала. В этом мы добавляем. Перепутала, думала фиолетовый-фиолетовый, а нет. Ой, там такая пудра чистая, прям сырная. Это мы перемешали. В эту мы ничего не добавляем, точно. Черепахи, почему вы такие громкие? Почему, когда я снимаю видео, все начинают суметь? И вот в эту, в последнюю нашу, мы добавляем тоже какой-то там сырный порошок. Это выглядит вкусно. Короче, я не знаю, что из этого получится. Сейчас еще свой лимонад налью, чтобы совсем с ума не зайти. Не знаю, правильно ли это взбивать лимонадом, но я хочу хоть чем-то насладиться, знаете. Пить мы будем из такого вот бокальчика, который я недавно приобрела. Он размером в мою голову. Льда, конечно, побольше. Лимонадик. Ну что, ребят, за ваше здоровье. Окей, начнем с розового, потому что он первый. Окей, ребят, я очень волнуюсь. Кто так и будет самый популярный вкус розовый? Извините, это как бы окей. Оно не настолько острое, что прям, типа, умереть. Конечно, не так, чтобы, знаете, есть нагланный желудок, как я делаю. Оно вкусное, типа. У меня острый трындец, но мне безумно вкусно в то же время. Ого, знаешь, такое как будто утрано-сливочное, а из-за этого не так все плохо. Я даже не знаю, какую дать оценку это вообще. Девять из десяти. Один балл за то, что она острая, и ее сложно есть. Мне кажется, что эти все, это пипец вообще. Моя первая, моя самая любимая. Чирс с этой, давайте начнем. Чирс. Она выглядит, ну, просто как ад. Сейчас сопли потекут. Я не могу это есть, у нее даже, ну... Она острая, и она даже невкусно острая. То есть у нее вкуса как такого... Нет, она не соленая. Нет, она просто какое-то сумасшедшее. Да, короче, вы поняли. Пробуем вот эту милую. То, что с сыром, она такая вкусненькая. Но у меня от этой рот просто сейчас... Это трындец. Эль вкусная. Ой. Ой. Короче, вот эта... Она вкусная в начале, но у нее послевкусие горькое, что ли. Она очень вкусная в начале. Пусть не даже, чем эта. Но послевкусие куда-то горько. Она типа шесть. Блин, она вкусненькая. Но послевкусие мне не нравится. Что-то не то. Попробуем эту. Это какая-то лайм. Что-то там. У меня после вот этой черной еще язык умирает. О, лучше бы я ее нюхала. Окей. Лед, лед, дайте мне срочно. Это ужасно. Последнее. Я надеюсь, что она вкусная, потому что у нее тоже пудра вот эта вот. Все, что с пудрой, они вкусные. А, или там нет. Нет, там есть. Она вообще невкусная. Это вообще хуже, чем даже эта. Окей, у нас есть победители. Победили вот это, конечно же. Почти получила десятку, но, да, это слишком острое. Хочу есть, поэтому... Мне как будто уже все эти атрофировались. Языковые сосочки, и уже все, умерли. Вот это тоже вкусненькое. Слишком горжет. Мне надо немножечко успокоиться, а то я сейчас с ума отойду. Посмотрите на мои губы. Насколько они все в соусе, в масле, опухшие. Потому что очень остро для сих пор. Спасибо, что вы были со мной. Мне нужно немножко прийти в себя, потому что у меня сопли текут, у меня рот горит. Спасибо большое, что посмотрели это видео, посмотрели, как я мучаюсь. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, диаграм. Я вас всех очень люблю. Пока, я пойду.